Классические теории международных отношений Мы остановимся на вопросах значения теории для практической деятельности Основных положениях и ключевых понятиях таких теоретических подходов, как реализм, либерализм И их более поздних вариантов неолиберализма и неореализма Рассмотрим неомарксизм, посмотрим, какие общие и различные моменты существуют Мы рассмотрим три великих спора в теории международных отношений И также рассмотрим дискуссию по теоретическим подходам в конце 90-х годов По проблемам теории международных отношений Каковы теоретические вообще основы международных исследований? И зачем вообще нужна теория? Очень известный исследователь, правда он занимался исследованиями в области психологии Курт Левин как-то заметил, что ничего нет практичнее хорошей теории Правда, его оппонент сразу же возразил Да, но где взять эту теорию? И, наверное, в области теории все время идет поиск вот этой хорошей теории К сожалению, она так и не найдена Не знаю, может ли она быть найдена или нет Скорее, это некий идеал Потому что сама реальность изменяется И наше отношение к реальности И осмысление этой реальности Это те параметры, которые постоянно развиваются и изменяются Поэтому представляется, что не может быть единой хорошей теории В области международных отношений и мировой политики Единой на все времена И вот это вот мы посмотрим, как и насколько адекватно Различные теории в международных отношениях отражают и свою эпоху И отражают те или иные параметры или те или иные аспекты международных отношений Философские истоки теории теоретических подходов в международных отношениях Они также различны, как и в других социальных дисциплинах И фактически весь спектр философской мысли Так или иначе представлен в теориях международных отношений Очень большая проблема, сложная проблема существует в теории международных отношений И связана она с тем, что, как вы помните, я говорила об этом на первой лекции И теория международных отношений с одной стороны И теория политики с другой стороны Они развивались параллельно И вот это вот параллельное развитие Хотя истоки у них философские общие Они были как бы про разное и одновременно про одно и то же И вот это вот создает сложность Потому что теория политики сосредоточена в значительной степени На государстве, на внутригосударственном устройстве А теория международных отношений сосредоточена в большей степени Точнее, главный фокус – это мир вообще И далеко не всегда вот эти два фокуса как бы сходятся Классические теории международных отношений и мировой политики К ним обычно относят различные варианты реализма Неореализм, классический реализм Различные варианты либерализма и неомарксизм Что общего между всеми этими теориями? Они очень разные Мы с вами будем подробно их рассматривать И мы видим, что они, если вы, например, брать реализм и либерализм Они как бы противоположны Как два таких полюса, антипода Но, тем не менее, между ними есть нечто общее И вот это общее заключается в том, что все три теории Во-первых, рассматривают международные отношения и мировую политику в целом А не отдельные аспекты мирополитической реальности И второе, они исходят из принципов рационализма Мы в следующий раз будем говорить о других теориях в рамках постмодернизма И вот там этот рационализм далеко не всегда присутствует Итак, начнем с реализма Это классическая теория международных отношений Она наиболее, пожалуй, распространенная Большинство практиков, которые работают в практической сфере мировой политики международных отношений В общем-то, интуитивно, если они даже ее никогда не изучали Интуитивно следуют теории реализма А философские истоки этой теории Это Фугедит, это Никола Маккиавелли, это Томас Кобс и другие Реализм возник как теоретическое течение в первой половине XX столетия И его представителями являются такие авторы, как Карр, Кеннон, Маргентау, Нибур и Уолтс Но Уолтс уже принадлежит к неореалистам Какие важные категории и какие важные понятия используются в рамках данной теории? Национальный интерес – это то главное, наверное, это ключевое, на чем реализм стоит Без категории национального интереса не существует реализма Мощь государства – это тоже важнейшая категория реализма Мощь, сила, то, что по-английски называется power И что в русском языке может быть выражено различными существительными Следующая категория – это национальный суверенитет Государство с его национальным суверенитетом Ну и, наконец, это идея баланса сил Если посмотреть на эти категории, сразу можно вспомнить первую картинку Ная и Кохана Вот она классическая, вот эта вот упрощенная система международных отношений Где есть государство, государство взаимодействует между собой И, соответственно, два общества Если они взаимодействуют между собой, то это не имеет значения в таком глобальном масштабе Этим можно пренебречь, как бы сказали бы математики Это тот фактор, который может быть и действует Но он не настолько силен, чтобы он заслуживал серьезного внимания и анализа Я сказала, что теоретические подходы отражают реальность своего времени И, в общем-то, 20-е столетие, первая половина его Представляете, что реализм действительно отражал хорошо свое время Да, мир был построен по вот той простой схеме Государство с их национальными интересами, мощью и так далее Основные положения, из которых исходят реалисты Я хочу подчеркнуть Реализм и реалистский подход Представляется, лучше использовать реалистский подход, а не реалистичный подход Почему я объясню, посмотрите Они призывают максимально точно и реалистично описывать действительность И отсюда и название реализма Реализм – это то, что есть сегодня и с чем мы имеем дело Иногда, когда говорят о реализме Или, точнее, говорят, а что же плохо? Это реалистично, это то, что существует за окном Действительно, та реальность, в которой мы живем В этом действительно нет ничего плохого Но для меня существует вопрос А та ли реальность, которую они описывают Является ли это сегодняшней реальностью? Но вернемся к началу 20 века В первой половине 20 века Там действительно та реальность существовала за окном Поэтому я и говорила, что вот этот призыв к реалистичному описанию мира Наверное, был справедлив Да, ну, я забыла сказать о том, что это один из старейших подходов Теории международных отношений Помните, мы говорили о том, что возникают международные отношения В начале 20-го столетия И одна из теорий Это реализм Это одна из старейших теорий Сразу с возникновения международных отношений Разрабатывается и теоретическая база Возникает он Я имею в виду подход Как критика на попытки утопического рассмотрения Нереального, нереалистического Попытки рассмотрения современного мира Которые игнорируют силовые отношения на международной арене И реалисты подчеркивают, что Мир, он таков, что Существует борьба между государствами Борьба за свои национальные интересы И это тот факт, из которого мы должны исходить А взаимодействие же государств Опять-таки они это подчеркивают Происходит анархично Поскольку у нас нет Анархия существует на уровне межгосударственного взаимодействия Почему? А потому что у нас нет верховной власти Опять хочу вспомнить Вестфальский мир Вестфальскую систему мира Вот тогда это так было принято Принято в смысле Тогда так строилась Построена была Вот эта вот система Взаимодействия На политическом уровне Нет верховной власти На надгосударственном уровне А отсюда и анархия Важный момент Который подчеркивают реалисты Они исходят из эгоистической природы человека И соответственно такой эгоистической Я понимаю, что я сейчас допускаю антропоморфизм Из эгоистической природы государства Каждое государство борется само за себя Отсюда вот эта гопсовская война всех против всех Я добиваюсь своих целей Я реализую свои интересы И поэтому это главное в жизни И вот эта природа, как считают реалисты Она оказывается неизменной На протяжении всей истории человечества Её нельзя усовершенствовать, улучшить и так далее Это первая половина 20 века Позднее, во второй половине 20 века Реализм изменяется Появляется неореализм И вот эти изменения вызваны тем, что изменилась реальность Международная реальность меняется Опять-таки я об этом говорила Ну, например, появляются интеграционные Интенсивно действуют интеграционные процессы в Европе Как тогда объяснить войну всех против всех? Значит, ну, по крайней мере, не совсем война всех против всех Значит, кто-то с кем-то дружит, да, и даже интегрируется И Кеннет Уолтс, в общем-то, основоположник неореализма Выдвигает целый ряд положений, которые усовершенствуют изначальную теорию реалистов Он также говорит и исходит из того, что мир меняется Но это не особые какие-то принципиальные изменения в этом мире Но тем не менее, вот эти изменения должны быть отражены в истории Он сохраняет основные положения реализма в целостности Как и были, прежде всего, национальные интересы Они присутствуют, они никуда не исчезают Но дальше он говорит о том, что в категории Сибы Кроме военной мощи необходимо включить еще и экономическую мощь Вот если там была категория военной мощи основной в начале 20-го столетия То во второй половине 20-го века к проблематике военно-политической Реалисты стали как бы так присоединять и экономическую проблематику Поэтому экономическая мощь государства наряду с военно-политической мощью Рассматривается важнейшим параметром государства И его влияние на мировой арене Забыла сказать, Маргентау еще очень известное имя Которое связано с развитием реализма Параметры реализма, о которых я говорила чуть ранее И вот эти вот параметры реализма Несколько усовершенствует Кеннис Уоллс Который и стал основоположником неореализма Также в проблематику неореализма Внесены и следующие изменения Стали различать не просто баланс сил То есть бывает большой, простой баланс сил Это биполярная система, действительно очень просто Но стали говорить, что баланс сил может быть и сложным И вот многополярная система Это сложный баланс сил Но все равно баланс сил Вообще проблема полюсности, полярности Которую мы рассматривали две лекции тому назад Это проблема неореалистов и реалистов Другие теории не обращают на это практически внимания Мы потом посмотрим, почему не обращают Те же либералы и неолиберали Но это сфера работы неореалистов и реалистов Еще появляется идея в рамках неореализма Понятие зрелой анархии Действительно Та анархия, которая существовала ранее в мире Она неприемлема Почему? Потому что появляются государства Которые явно близки друг к другу И которые пытаются как-то направлять развитие мира И, например, Барри Бузан выделяет западные демократии В качестве вот таких государств И вот это понимается Да, и они взаимодействуют между собой Не на основе того, кто сильнее А на основе договоренности и понимания Что они как бы делают единое дело И вот это вот получается такая зрелая По мнению Барри Бузана Зрелая анархия Когда мир оказывается управляемым И направляем В неореализме Появляется Точнее в неореализме Основное внимание и решающее значение Приобретает глобальный уровень системы И вот это, кстати, получает разработку у Уолтса Если Я сейчас вернусь к теме уровня анализа Так вот, посмотрите Если в реализме Как бы главный структурный элемент Национальный уровень И взаимодействие на национальном уровне То неореалисты говорят о системе международных отношений И взаимодействии в рамках систем международных отношений И вот этот глобальный уровень По мнению неореалистов Во многом Во многом определяют национальный уровень Ну, здесь, может быть, с ними и следует согласиться Потому что, действительно, взаимодействие на глобальном уровне Особенно, если мы посмотрим в историю Оно все больше и больше начинает действительно определять Национальный уровень Региональный уровень и так далее Структурная триада Уолтса Тоже достаточно важное понятие в рамках неореализма Она заключается в следующем Государство руководствуется идеей выживания Действительно так И в этом смысле Национальные интересы, конечно, являются важнейшей категорией В рамках И остаются важнейшей категорией в рамках неореализма Государство единственный актор на мировой арене И вот это очень сильное такое утверждение И оно связано с тем, что, конечно, Уолтс понимает Что есть и транснациональные корпорации Конечно, он понимает, что есть межправительственные организации И так далее, и так далее Но для него, прежде всего, межправительственные, например, организации Являются организациями государств И поэтому он не замечает их особенности Их нового качества Для него это сумма интересов различных государств Входящие в эту международную организацию Есть ли транснациональные корпорации? Есть, говорит он Но, опять-таки, они либо отражают интересы тех или иных государств Либо их деятельность Но не является значимой Значимой для понимания того, что происходит на мировой арене Пренебречь этим можно, неважно В конце концов Это та погрешность С которой мы имеем дело повседневно И на это не стоит обращать внимание Еще один важный момент в рамках теории Уолтса Это заключается в том, что государства Они не одинаковые, они разные, они разнородные И каждый раз государство пытается увеличить свой потенциал могущества И это их объединяет Что общего между государствами Это то, что они стремятся быть могущественными Обладать как можно большей мощью Следующий этап в развитии реализма Это неоклассический реализм Он получает распространение, прежде всего, в США И получает распространение в начале 21 века Закария Один из представителей данного Фарид Закария Представители данного направления Идея заключается в следующем Основная Не надо слишком много внимания Обращать на различные структуры И системы международных отношений Как предлагал это делать Уоллс Давайте вернемся, говорит Закария К истокам реализма И все-таки посмотрим на государство Как оно есть И посмотрим на его внешнюю политику И это главное является Для понимания того, что происходит в мире А вовсе не структуры, союзы Вот эта вот зрелая анархия и так далее Нет Закария подчеркивает Что именно классический реализм С его государством С его внешней политикой Должен преобладать Для описания современного мира Почему вдруг такое произошло Условно говоря Откат назад Ну, по-разному, наверное, можно объяснять Мне представляется, что Действительно События конца 20 века Распад биполярной системы Увеличил, если хотите Увеличил Некий хаос в современном мире И реально, естественно, он это увеличил Менее понятной стали структуры Распались блоки Ну, нет больше Запада и Востока Говорить о противозречиях Севера и Юга В качестве государственных образований Нет оснований абсолютно Блоков нет Поэтому давайте, говорит он, вернемся к тому, из чего исходил классический реализм К его истокам Вот представители реализма вы видите на этом слайде Ганс Маргентау Кеннет Волкс Представители, как я уже говорила, неореализма Либерализм Другое крупнейшее направление В рамках классических теорий международных отношений Истоки философские Это Джон Локк, Мануил Кант, Руссо, Миль, Смит, Рикардо Представители, каких мы видим представителей Ну, не случайно на первом месте назван Вудро Вильсон Президент Соединенных Штатов начала 20-го столетия Очень много идей, которые были разработаны Или которые были выдвинуты Вудро Вильсоном Как раз легли в основу дальнейших теоретических подходов В рамках либерализма Роберт Кохен, Джозеф Най Тоже классические представители либерализма И я часто отсылала к их работе Показывала схемы, которыми они пытались описать Мир до середины 20-го столетия И мир после середины 20-го столетия Основные категории, которые используются в рамках либерализма Это категория коллективная безопасность Права, международные организации Взаимозависимость, транснациональные отношения И так далее Категория интересов есть ли? Есть, конечно Они используют категорию национальных интересов Но они подчеркивают Что национальные интересы Очень сложно однозначно определить И вступая в споры с реалистами Они говорят, что, ну что значит национальные интересы А в стране всегда есть группа интересов И государство, оно не однородно Что может быть в интересах одних Вовсе оказывается не в интересах других Граждан этого же государства Это основное такое возражение Против категории национальных интересов В понимании представителей либерализма Хотя, конечно, когда формируется внешняя политика Есть некая результирующая по вот этим группам интересов И другое дело Адекватно, неадекватно могут отражать политические элиты Национальные интересы Но они, конечно, в реальной политической деятельности Они как-то суммируют те настроения Те интересы, которые существуют У различных групп внутри страны Основные положения реализма И они, как вы видите Действительно в значительной степени В большей степени Они противоположны тем тезисам Которые формулировали реалисты Человек по своей природе Не является агрессивным Говорят представители либерализма Он нацелен, в общем-то, на сотрудничество Хотя понятно, что У него есть свои У каждого из нас есть свои интересы Поэтому и государства, говорят они Они совершенно взаимодействуют Не по принципу гопсовскому Война всех против всех Они нацелены на сотрудничество Следующий момент На который обращается внимание Представители либерализма Война это проблема, которую Необходимо решить совместными усилиями И без такого совместного взаимодействия Мы не сможем преодолеть проблемы Мы не сможем преодолеть Те преграды, которые стоят на пути Такого мирного развития Мы все вместе можем только противостоять войне Очень большое внимание уделяется институтам Институтам международным Которые позволяют Противостоять, предотвращать вооруженные конфликты Это прежде всего международные организации И международные режимы Это те институты и те составляющие Которые как раз отражают сотрудничество Между различными государствами Акцент на демократию Они подчеркивают, что внутреннее устройство государства Оно отражается в поведении на международной арене И демократические государства Мы потом об этом будем говорить Ведут себя на международной арене Не агрессивно по отношению друг к другу И поэтому очень важно развитие демократии Вообще в мире в целом Соответственно, говорят они по логике Увеличение демократических государств Позволяет все более и более мирными средствами Разрешать возникающие проблемы и противоречия Тоже еще один важный момент На международной арене Действуют не только силовые факторы А, кстати, экономические факторы Тоже может рассматриваться как силовой в широком смысле Это принуждение Если я применяю санкции по отношению к тому или иному государству Вот он силовой фактор Хотя и не военный фактор, но силовой фактор Так вот, они подчеркивают, что не только силовые факторы Действуют на мировой арене Но и другие факторы Экономика сама по себе Которая позволяет сотрудничать И вот это экономическое сотрудничество Не односторонняя экономика, как я сказала чуть ранее А экономика сотрудничества Она увязывает стороны Если мы делаем что-то вместе И вкладываем что-то во что-то общее Мы оказываемся с вами взаимозависимыми И поэтому это нас связывает друг с другом И мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве То есть понятно, что экономический фактор Может выступать не только вот как силовое такое давление Но и как наоборот фактор Позволяющий развиваться в дальнейшем И в той стране, и в другой И мораль Мораль тоже важнейшая составляющая Развития мировой политики и международных отношений Какие направления существуют в либерализме? Мы рассматривали направления, которые были в реализме Теперь в либерализме Как и реализм Либерализм возникает в начале 20-го столетия И Вудро Вильсон Является, как я уже сказала Одним из ярких таких основоположников Либерализма на международной арене А здесь еще совпадают теоретические взгляды Вудро Вильсона И его статус в качестве президента Соединенных Штатов Что, в общем-то, не часто бывает, наверное, в истории Я так не могу вспомнить Чтобы теоретический теоретик того или иного направления был бы президентом Другой пример По крайней мере, не приходит в голову Другой такой пример Три течения в либерализме В скобочках не случайно я указала Либерализм и идеализм Почему? Потому что в начале 20-го столетия Либерализм возникает не как описывающий реальность То, что существует сегодня А как то, что описывает будущее Или то, к чему надо стремиться Идеальное И в этом смысле он получает этот подход Получает второе название Идеализм Итак, три течения в рамках либерализма Первой половины 20-го столетия Это правовое регулирование международных отношений Идея заключается в следующем Давайте мы усилим роль права в международных отношениях И будем жить по правилам Ну, с одной стороны, действительно хороший призыв А с другой стороны, понятно, что он выглядит С неким таким идеалом А другое направление связано с усилением роли Международных организаций И обеспечения через них, через эти международные организации Коллективной безопасности Идея усилия Будро Вильсона По созданию Лиги наций Наиболее яркий пример В этой области И, наконец, третье направление В рамках либерализма Начало 20-го столетия Это усилия, связанные с разрушенческой проблематикой Это идея, связанные с коллективной безопасностью Вот эти все процессы Которые оказались в центре внимания либерализма Неолиберализм Неолиберализм Это, опять-таки, как и в случае с реализмом Исходят из того, что мир стал меняться Меняться по сравнению с тем, что было, допустим Было в первой половине 20-го столетия И вот здесь мне кажется довольно интересно Обратить внимание на то, что Есть ли реалисты Начало 20-го столетия Действительно реалистично Описывали то, что существует А, представители либерализма Говорили о неких идеальных моментах То вот во второй половине 20-го столетия Неолиберализм Начинает реалистично Описывать мир Он говорит об изменении мира Во второй половине 20-го столетия Вновь мне придется вернуться К схеме Коханной Которые являются Яркими представителями Представителями неолиберального направления И Показать Вот на этой схеме Что Действительно Посмотрите, говорят они Мир сегодняшний Очень сильно изменился И Те подходы Те идеи Которые были сформулированы В рамках Реалистской теории Не отражают Сегодняшнего дня И в этом смысле Кстати Реалисты Уже становятся Нереалистичными То есть они Описывают мир Как бы вчерашнего дня А не сегодняшнего дня Неолибералы Подчеркивают Транснациональные отношения И говорят о том Что Отношения Государств Отношения Различных акторов На мировой арене Выходят Далеко За рамки Национальных государств Они указывают На активность Бежправительственных Организаций Показывают Показывают Важность Таких акторов На мировой арене Как Транснациональных Корпораций Неправительственных Организаций Внутри Государственных Регионов И так далее И они Отмечают Неолибералы Так называемую Комплексную Взаимозависимость Потому что Каждый Участник Оказывается Зависим От каждого Если В Реализме Есть Борьба Всех Против Всех То В либерализме Есть Зависимость Всех Против Всех Я сейчас Естественно Утрирую Я схематично Это Указываю Но тем не менее Здесь есть Зависимость Всех Со всеми И потому Оказывается Невыгодной Война Или Оказывается Наоборот Выгодным Сотрудничеством Представители Неолиберализма Ну Вудро Вильсон Простите Либерализма И неолиберализма Вудро Вильсон И Нагорельский Я долго Ссылалась На схему Роберта Кохана И Джозефа Най Вот Их Портреты Как они Выглядят Активно Действующие В современной Полит В современной Научной Жизни Они Пишут Много До сих Пор Участвуют Конференциях Выступают И так далее Неомарксизм Третья Классическая Теория Но с истоками Здесь Силософскими Истоками Здесь Как бы И просто И понятно Само название Неомарксизм Говорит Говорит о том Если Две предыдущие Теории Говорят о том Говорят о том Говорят о том Что Государство Является Ведущим Актором На мировой Арене И исходят Из 1648 Года В качестве Такой Точки Отсчета То Совсем не так У неомарксистов Да Говорят Они Есть Государство Конечно Но Основными Категориями Кроме Государства Они Видят Классы Большие Группы Людей Опять Это все Идет От Марксизма Отсюда Да И Конечно В неомарксизме Как и в марксизме В значительной Степени Есть Вот Эта Экономическая Составляющая Кстати Хочу Заметить Если Говорить О Таком Экономическом Детерминизме Ну Я бы Помягче Как-то Сказала Да Насколько Экономический Фактор Принимается Во Внимание То Пожалуй Неомарксизм И Неолиберализм Действительно В Много Большей Степени Обращают Внимание На Экономику Чем Представители Все-таки Реализма Экономика У представителей Реализма В последнее Хотя время Все-таки Они обращают Внимание На нее Но Она Более На Периферии В большей степени На периферии Их фокуса Внимание В рамках Неомарксизма Тоже Интересно В научный Оборот Были Введены Такие Понятия Как Страны Третьего Мира Сейчас Мы не Пользуемся Этой Категории Потому что Смотрите Страны Первого Мира Это Капиталистические Страны Страны Второго Мира Социалистические Страны И Страны Третьего Мира Согласно Терминологии Неомарксистов Это Развивающиеся Страны С окончанием Холодной Войны С Исчезновением Стран Второго Мира Понятно Исчезло И понятие Стран Третьего Мира Мы Говорим Теперь О Развивающихся Странах Тоже Есть Как и В предыдущих Теоретических Направлениях Различные Течения И Теории Мирсистемная Теория Мирсистемная Теория Валерстайна Пожалуй Наиболее Известная Теория В рамках Неомарксизма И Один из Наиболее Популярных Вариантов Неомарксизма Мир Делится На Ядро Периферии И Полупериферии Вот этот Тезис Валерстайна Является Таким Важнейшим Тезисом Что такое Ядро Это Развитые Страны А Периферии Это Страны Которые Находятся Это Беднейшие Страны Это Те страны Почему они На Периферии Потому что Они почти Не участвуют В Политических Процессах Такого Общемирового Уровня Или Участвуют Скорее Формально Она Есть Полупериферия Полупериферия Это Как раз Государства Которые Расположены Между Наиболее Богатыми Развитыми Странами И Вот этими Беднейшими Странами Но Вот это Как Все знают Все Об этом Говорят Но Очень Важный Один Момент Который Обращает Валерен Стайн Он Имеет Прогностическое Такое Значение Он Говорит Что Конфликты В основном Революции Возникают Не в ядре И не На периферии А возникают В полупериферии В тех странах Которые Стремятся К ядру Но Они еще Не составляют Вот это Ядро И В этом отношении Действительно Мне представляется Важное Замечание Валеренстайна Если Не брать Может быть Терминологию Его Ядро Периферия Полупериферия То Вот Вот эти Вот Страны Действительно Которые Являются И Развитыми С одной Стороны И с другой Стороны Недостаточно Богатыми Действительно Порождают Многие Конфликты Современного Мира Я говорила О том Что Наряду С государством В рамках Неомарксизма Важнейшей категорией Конечно Является Класс И Вот эта Вот категория Она Постоянно Присутствует В Рамках Мирсистемной Теории Мирсистемная Категория Говорит О том Что Сегодня Мир Экономики Это Капиталистическая Система Фактически И Развитие Капитализма Идет Через Ряд Циклов И Начинается Этот Ряд С Зарождением Капитализма В Европе Вот это Развитие Капитализма И Противоречия Которые Порождают Капитализм Это 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 И И Есть История Развития Мира Но Сегодня Еще раз Хочу Подчеркнуть Что Это Капиталистическая Экономика И Это Это Основная Проблема Валеристайна Подчеркивается Бурное Развитие Экономики Особенно Начиная Со Второй Половины 20 Столетия И Вот этот Экономический Фактор Является Важнейшим Фактором Политического Развития Это И у Неолибералов И это В теории Зависимости У Франка В частности А Отсюда Возникает Если мы Говорим О системе Мира В целом Возникает Двухуровневая Экономика Экономика Развитых Стран И Экономика Развивающихся Стран И Почему В зависимости Теория Потому что Вторая Экономика Развивающихся Стран Она Зависит От Экономики Развитых Стран Они Фактически Построили Такую Двухуровневую Экономику Что Существование Развивающихся Стран Невозможно Без Развитых Причем Несправедливая По оценке Естественно Франка Вот это Вот Зависимость От потребностей Западного Мира Экономических Потребностей Западного Мира И Вот Этот Вот Сохранившийся С колониальных Времен Зависимость Она Сейчас Не Только Продолжает Своё Существование Но Она Ещё И Усиливается Усиливается Через Экономические Рычаги Наконец Последнее Направление В рамках Неомарксизма Это Теория Грамши Итальянская Школа Что Здесь Интересного Идея Мировой Гегемонии Которая Навязывается Сильным Государством Теория Грамши Сейчас Получает Как бы Второе Рождение Я имею Ввиду Сейчас Это После Распада Биболярной Системы И понятно Почему Потому что Вот Эта Односторонность В Поведении На Мировой Арене Соединённых Штатов Или Вот Это Гегемонизм Соединённых Штатов Очень Хорошо Ложиться На те Теоретические Позиции Которые Были Ещё Давно Разработаны Антонио Грамши Вот Это Навязывание Своего Видения Мира Навязывание Своей воли Другим Государствам К Государству Гегемону Согласно Грамши Примекают Другие Государства Близкие По Развитию И Тогда Возникает Вот Этот Гегемонный Блок Показывает Какие Были Блоки В 19 веке Это Естественно Великобритания С Её Колониями С Её Лидерством На Мировой Арене 20 Столетие Это США Ну И Вот Портреты Представителей Неомарксизма Валенстайн Франк И Антонио Грамши На Этом Мы Закончим Сегодняшнюю Лекцию Закончим Рассмотрение Основных Теоретических Школ И Направлений В Области Международных Отношений Что Касается Литературы Достаточно Много Литературы По Основным Направлениям Основным Теориям В Области Международных Отношений Хочу Заметить Что Просто Есть Сайты Сайты По которым Можно Посмотреть Например Материал По Гудру Вильсону По Макеавелле И так Далее Кроме Учебной Литературы Которая Дана В списке Обязательной Литературы Сегодня Мы Закончим Спасибо До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры